Карданов Андрей Асланович, зам главного врача Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии, хирург-ортопед-травматолог, доктор медицинских наук, профессор. Специализируется на хирургии стопы, эндопротезировании суставов, лечении переломов, ложных суставов, деформаций, конечностей. Сегодня мы поговорим о протезировании суставов. В основном протезирование тазобедренного и коленного суставов, поскольку это наиболее часто страдающие суставы в организме человека. Сегодня протезирование суставов не является какой-то исключительно редкой операцией. Это достаточно рутинная процедура, которая выполняется хирургами по всему миру на протяжении последних 20-30 лет, и на сегодняшний день в мире выполняется около 100 с лишним тысяч операций протезирования тазобедренного сустава и примерно столько же коленного. Замена суставов на сегодняшний день – это процедура, которая позволяет вернуть человеку нормальный образ жизни, забыть навсегда о болях, связанных с движениями, устранить хромоту, устранить укорочение или деформацию конечностей, и двигаться совершенно нормально, вести абсолютно привычный образ жизни. Основной причиной для замены своих разрушенных суставов на искусственные являются заболевания суставов, например, ремотоидный артрит, остеоартроз, реже это травматические повреждения, наиболее часто из которых – это перелом шейки бедренной кости. Если речь идёт о замене тазобедренного сустава, то предполагается замена обоих компонентов сустава, а именно разрушенной, изношенной головки бедренной кости и разрушенной и изношенной тазовой части сустава. Во время операции удаляется головка бедренной кости, разрабатывается посадочное место под чашку эндопротеза, которая вставляется во впадину примерно таким образом. В бедренную кость вставляется ножка с находящейся на ней головкой. В дальнейшем головка отправляется во впадину и человек может ходить на своем искусственном суставе сразу с полной нагрузкой на оперированную ногу. В абсолютном большинстве случаев люди уходят после операции на своих ногах уже на шестые-седьмые сутки с полной нагрузкой на оперированную конечность и в ряде случаев даже без дополнительной опоры, то есть без костылей, без ходунков. На левой рентгенограмме мы видим совершенно здоровый, нормальный тазобедренный сустав. Ровная круглая головка, достаточная ширина суставной щели, что говорит о достаточном количестве хряща. На картинке справа деформированная головка с неправильной структурой кисты во всей головке, суженная суставная щель, что говорит об отсутствии хряща кисты в вертужной впадине. Данный сустав подлежит замене, потому что никаких вариантов лечения, кроме как замены разрушенного сустава на искусственный, не существует. И вот пример. Значит, здесь рентгенограмма пациентки, который был заменен один тазобедренный сустав в связи с некрозом головки бедра. Второй сустав выглядел относительно прилично, при этом пациентка не испытывала никаких болей и дискомфортов в правом тазобедренном суставе. И вот рентгенограмма спустя полгода. Правый тазобедренный сустав разрушен. Через какое-то время мы заменили ей и правый тазобедренный сустав, она благополучно сейчас ходит на двух протезированных суставах. Вторым по частоте страдания суставом является коленный сустав. Существует два способа лечения в такой ситуации. Если сустав разрушен полностью, то есть обе суставные поверхности большеберцовой кости повреждены, нужно думать о протезировании сустава, другого выхода нет. Если разрушена одна поверхность большеберцовой кости, можно сделать полиативную операцию. Она называется корригирующая остеотомия большеберцовой кости. Это позволяет на несколько лет отсрочить протезирование сустава. Но в любом случае протезирование не избежать. Это тоже достаточно хорошо отработанная операция. По продолжительности она занимает около полутора часов. Реабилитационный период примерно такой же, как при протезировании тазобедренного сустава. То есть можно уже на следующий день ходить с полной нагрузкой на оперированную ногу. Что касается долговечности суставов, это вопрос тоже практически решенный, поскольку компоненты эндопротеза коленного сустава изготовлены из материалов, которые очень мало подвержены износу. Во-первых, это высокомолекулярный полиэтилен, и во-вторых, это очень высокой степени частоты обработки бедренных компонентов эндопротеза. При движениях в искусственном суставе износ полиэтилена идет со скоростью примерно одна десятая миллиметров в год. Таким образом, за 10 лет изотрется один миллиметр, за сто лет 10 миллиметров, что в принципе невозможно. В европейской клинике спортивной травматологии и ортопедии мы выполняем эндопротезирование всех крупных и мелких суставов, не только нижней, но и верхней конечности. Клиника располагает набором самых современных эндопротезов ведущих мировых производителей. Операции выполняются любой сложности, как первичные, так и ревизионные. Мы оперируем не только пациентов, которые пришли к нам первично, но и тех, кто был когда-то где-то оперирован 10, 20, 30 лет назад. Если у людей возникли проблемы с имплантированными не у нас искусственными суставами, мы занимаемся заменой изношенных суставов на современные. В нашей клинике круглосуточно можно выполнить любое исследование опорно-двигательного аппарата для установления диагноза и планирования операции. Особенно актуально это для пациентов с переломами шейки бедренной кости. В большинстве случаев шейку бедренной кости ломают пациенты пожилого и старческого возраста, причем в любое время суток. В ситуации, когда пациент приезжает к нам, ему диагностируют перелом шейки бедра, обычно в течение первых двух суток мы выполняем операцию по замене тазобедренного сустава на искусственные, что позволяет пожилым людям не потерять стереотип привычной жизни и после операции вернуться к обычной привычной жизни через 7-8 дней. Для оптимизации процесса реабилитации в клинике существует отделение реабилитации, которое располагает самым совершенным оборудованием, с помощью которого пациенты максимально быстро возвращаются в строй. Мы реабилитируем не только спортсменов, но и всех, кто нуждается в реабилитации, причем не только в стационарном, но и в амбулаторном режиме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова